5 сентября на стадионе из Дюшор Кировского района состоялась портокеада по легкой атлетике среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В программу соревнований вошли бег на дистанцию 100 и 400 метров, прыжки в длину и метание мяча. Сегодня здесь участвует около 50 человек, это могут быть жители района, значит и взрослые участники, представлены в большом количестве школа 565-8 вида, это детки с нарушением интеллекта, школа-интернат номер 2 для слабовидящих детей, также принимают участие ребята из центра реабилитации Кировского района, ну и вот, наверное, все. Данная спартакиада является районной. По ее результатам станет известно, кто поедет на шестую городскую спартакиаду среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями и здоровья, которые пройдет 18 и 25 сентября на стадионе Петровский. Дети, которые сегодня получат результаты, они пойдут на город, но все равно, если у ребенка есть желание, он все равно поедет со мной, обязательно, потому что эти соревнования именно с детьми, с инвалидами, когда в школе раньше, вы же знаете, что дети все были освобождены, то теперь дети с удовольствием занимаются. Практически все дети занимаются легкой атлетикой давно. Многие из них добиваются результатов и занимают призовые места. Например, в прошлом году на городской спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Кировский район занял первое место. Я занимаюсь легкой атлетикой уже почти три года. Люблю бегать, прыгать, плавать. Я во многом побеждала иногда, но иногда и были проигрыши. Но я всегда надеялась на победу. И сейчас надеюсь. Большинство бегом занимаюсь и прыжками в длину. Рассаживаю бегать. Давно? Ну, да, год. А какие результаты у тебя уже были? Ну, пока еще никаких, но хочу занимать первое место. В общем турнирном зачете первое место заняла команда школы 565. На втором месте оказалась школа-интернат номер 2, а Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов занял третье место. В этом году дети надеются добиться больших результатов в городских соревнованиях и прилагают к этому большие усилия. А наш канал желает участникам соревнований побед и новых достижений в спорте.